пресс класса Roland нитка и сетка но сетка я уже снимал сейчас попробую рассказать немножко о том что надо смотреть при выборе прессов но на любых обзорах которые вы смотрите сразу показывают звездочки зубья все целые большие выработки нет мое мнение что это не особо важно важно смотреть именно геометрия звездочек чтобы они не ходили туда-сюда вот так то есть чтобы они не кривые мы и смотреть здесь менялись они вообще а также смотреть на натяжитель и состояние цепи вот то есть смотрите здесь у меня 20 где-то стоит на заводском это шпилька она где-то 14 по-моему вот эту мы переделали натяжник потому что у нас его здесь гнуло так как цепь была растянута то есть мы снимали цепь укорачивали ее и ну не знаю еще сезон отходит не отходит посмотрим я надеюсь что отходит когда пресс выключался из-за прослабленной цепи происходило как бы обратка то есть вот этот он прыгал туда-сюда из-за этого загибала его как только укоротили цепь подтянули и все стало на свои места затем важно смотреть на вальцы на вальцы не знаю я показывали видео говорят у нас все вальцы одинаковы не знаю может какой-то особенный вот я смотрю на вальцы на моем прессе вроде все нормально и все показывают горит вот все вальцы все одинаково у всех у меня вот пожалуйста вот то есть последний валец и вот предпоследний то есть на нем наварено вот такие вот планки мое мнение что они идут на формирование как бы они помогают рулон формировать то есть для начала и вот снизу у меня идет вот первый валец я как-то недавно в интернете на фермеру спрашивали то есть почему не формируется я говорю стойщу проблема вот в этом вальце все наваривали там пупырышки кто-то там счет и что-то где вот вот простое решение вот заводской это ничего я не делаю вот еще один основной то есть у меня получается три вальца разных вот все вальцы смотрим здесь вообще просто планка она как бы говорят что он там обмашен этот пробуксовывает вот вот простое решение заводской причем я так дома вот он у меня сзади такой я свое время когда я убрал не посмотрел но мы видели сначала и вот эту цепь этот натяжник тоже важен у меня слетала она укорачивали его более-менее вот такой вот там видно прямо натяжник что он должен быть в плавуч если он до конца натянут то это тоже плохо дальше здесь есть отметка то есть какое расстояние натяжение пружины держать свое время не посмотрел вернее видел но не обратил особо на это внимание и сейчас пришлось мне столкнуться с этим вот что у нас получилось то есть это колесо у меня в прошлом году спустила то есть порвалась она стоит без камерка и вставили камеру и она еще сезон отходил сейчас произошло вот такой вот поставили грибок и она от старости вот так вот трескает пришлось купить новый комплект короче 6500 я заказывал такое колесо в москве российская пришло все нормально около 7000 короче колесо обошлось у нас кто не смотрел нас стоит и сетка не видел наше видео у нас значит стоит сетка и шпагат на данном брить по подборщику еще хочу сказать что здесь у нас все нормально вот вышло у нас было согнуто по подборщику у нас на подборщике стоит срезной болт вот здесь вот то есть это обязательно кто будет покупать вот эту муфту надо посмотреть я не знаю я сейчас с человеком общался у него это муфта вообще полностью развалил развалилась она лопнула там будет возможно это попробую видео вложить фотографии этой муфты у него не он была пробуксовочная бог муфта на петель там на 6 болтах вот это у меня стоит просто звездочка со срезным болтом то есть центральный шпоночный вот этот вот заход вот такого он там стоит шпонка на шпонке сидит а здесь сбоку стоит просто срезной болт но мы 100 рулонов 1 откатали все нормально потом цепь слетел у нас его срезали мы какие только болты не ставили там и жесткие и и такие сякие то есть и по металлу и эти карданные ставили ни хрена срезает и все какой выход взяли приварили три точки так чтобы при серьезном поломке их просто сварку срезал сперва я одну точку капнул напротив болта какое-то время поездили ее резьбу сварку сорвала потом две и просто в трех местах по кругу маленькая прихватил сваркой и держит все нормально ходит сейчас попробую заведу этот прокрутить и покажу как ходят звездочки то есть важно чтобы они ровно в геометрии были чтобы не гнутые ничего ну вот прокручиваем и смотрим чтобы они когда она будет крутиться будет видно что она ходит либо ровно либо нет с той стороны сложнее я бы конечно при возможности открыл этот щит но хотя можно и так визуально видно конечно ну и по болтам будет видно то есть как она будет ходить так или ровно вот ходит вниз второй ну вроде все 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 видео снял но вот тот эффект про который я говорил он вот как бы сейчас появился не знаю что под посмотрим будет он нам или нет вот вот про что я и говорил давай еще раз ключи еще раз включи прокрути вот 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 он дает в обратку и вот то же самое было у нас только вот этот натяжник загибала сейчас я его маленько подтяну маленько подтяну и посмотрим помple помп т там